В Якутске восстанавливают городской канал, улицу Автодорожная закончат ремонтировать в этом году и сколько цветов подарит столице школа номер 6. Глава города Айсен Николаев совершил традиционный объезд. На этот раз он касался тем строительства дорог в автодорожном округе, восстановлению проточности озер и продолжению акции «Миллион цветов». Подробнее о материале Саргаланы Захаровой. Впервые за последние десятилетия восстановлена связь между озерами города. Городской канал не действовал уже порядка 20 лет. Но три года назад началась работа по его восстановлению. Первые результаты стали видны уже этой весной. Уже видно, что и Атласовские озера, Сергилях уже заполнились так и уже вода поступает в озеро Сейсары. Это говорит о том, что как раз впервые за многие годы свежая вода освежит уже наши озера. Следующей точкой, которую посетил мэр, стала школа номер 6. Здесь во все идет подготовка к передаче цветов городу в рамках акции «Миллион цветов». Напомним, акция началась еще в прошлом году. Тогда к шестым международным играм «Дети Азии» Якутск в прямом смысле расцвел. В этом году решили продолжить работу по облагораживанию. У нас каждый класс готовит и садит рассаду вместе с родителями, в школе вместе с классными руководителями. У нас к этому подключены и работники школы. И в рамках добрых дел, естественно, мы передадим городу, нашему округу примерно где-то тысячи рассады. В конце объезда Айса Николаев осмотрел участок дороги на пересечении улиц Крупская и Дежнева, где идут финальные работы по реконструкции. Дорогу в этом районе отремонтировали еще в прошлом году. В скором времени должны завершить обустройство пешеходной зоны. Мы сейчас идем с обрежением, графика немного. На данном этапе пока производим работы, которые мы начали в прошлом году. Это улицы Дежнева, Автодорожная, Халтурина, Белебина. Также во время осмотра обсудили план ремонта и реконструкции дорог этого года. Один из проблемных участков в округе, на котором идут работы еще с прошлого года – улица Автодорожная. Его обустройство было осложнено тем, что на пути у дорожников оказался действующий коллектор водоканала. Однако ни в одной из карт он не был указан. Соответственно, понадобился его перенос. Вот сейчас мы деньги в городском бюджете изыскали. Оплата сейчас состоялась, но я думаю, что водоканал работайте проведет. Там достаточно сложные работы, поэтому на автодорожные работы будут идти почти до конца сентября. Перенос коллектора обойдется городу в 8 миллионов рублей. Помимо этого, в общей сложности на ремонт дорог затратят в этом году почти миллиард. Финансирование идет как из муниципального, так и республиканского бюджетов.